Шесть утра. Работает гром. Отряд особого назначения. Застать у себя дома людей в масках иностранные граждане не ожидали. Незваные гости оказались как гром среди ясного неба. Послушай меня. Ты обязан при себе держать свой паспорт, так как ты являешься иностранным гражданином. Понимаешь? А где твой паспорт сейчас? 15 уроженцев Узбекистана и Таджикистана сразу же были доставлены в отделение миграционной службы Назрани. Административных правонарушений столько же, в основном одни и те же. Уклонение от выезда с территории России в срок и незаконное осуществление трудовой деятельности. У каждого мигранта своя история, своя правда и свои причины. Когда приехал? Два месяца назад. У тебя срок регистрации просрочен? Сколько дней? Два месяца назад нам было выехать. Почему не выехал? Я в Баку ехал. Приехал, тебе сказал, печать не поставили. Я в Баку ехал. Границу. Приехал, печать не поставил, обратно приехал сюда. А как ты уехал через границу и обратно заехал, печать тебе не поставил? Да, я это машутка. Гулимах Рахимова вместе с ее двумя маленькими детьми также доставили в отделение. Уроженка Узбекистана в Ингушетию приехала всего лишь год назад в поисках лучшей жизни. Жалуется, что на родине нет работы. Кто зарабатывает у вас дома? Где работаете? Муж мой работает. А где работает? Частный по городу. И таких историй немало. Каждый хочет заработать и прокормить свою семью. Вот только делать это нужно законно, получив специальный патент в миграционной службе. А находиться на территории России иностранцы имеют право, только встав на миграционный учет. У каждого мигранта нелегала свои точки. Нередко их можно встретить на федеральной трассе. Сейчас, как ни странно, их след простыл. Правда, надолго ли? Ведь каждое утро иностранные граждане собираются в группу и выстраиваются в очередь в поисках работодателя. Копают ямы, делают штукатурку. В общем, все виды работ. А вот пяти мигрантам с Ингушетии придется попрощаться на три года. Отныне въезд в страну им будет закрыт. С каждого иностранца в миграционной службе снимают отпечатки пальцев и заносят их в общую базу. К слову, ответственность понесут не только сами нелегалы, но и жители, незаконно предоставившие им кровь. В отношении указанных граждан, у которых проживали трое иностранных граждан, которые уклонились от выезда из Российской Федерации по истечению срока действия и пребывания в России, будет принято воздействие административного характера, то есть привлечение к административной ответственности по части статьи, статьи 18.9 КОАП РФ. Там санкции от штрафа от двух до пяти тысяч рублей. Также сейчас нам ведется работа по выявлению граждан Российской Федерации, которая предоставила работу местным гражданам без разрешительных документов. По данному факту возбуждено административное расследование в отношении жителей Республики Ингушетия. Иммиграция в Ингушетию с каждым годом только растет. Массовый наплыв мигрантов некоторых жителей настораживает. В вечных вопросах взгляды населения все же расходятся. Одни возмущены, другие сочувствуют и пытаются войти в положение. Вей, соскалый, герой,odernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernerner Одно остается неизменным. Мигрантов меньше не становится. Одни приезжают работать, другие попрошайничать и зарабатывать на сострадании других людей. Зелимхан Калоев, Адам Далаков. Новости 24.